Другие люди могут говорить нам, когда нам нужно отдохнуть. И научившись отдыхать от своей работы, нам нужно научиться, как приносить мир и покой на свою работу. Освобождение от бремени в соответствии с Божьим замыслом требует от вас отвлека на призыв Христа отдохнуть на своей работе. Это не означает, что вы должны притворяться, а не работать. Нет, но вы должны привносить мир и покой на рабочее место, быть орудием мира. Во второй части текста Писания мы читаем «Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё легко». Мы должны взять его иго на себя. Иго использовалось как орудие труда. И это то, из чего можно извлечь много хорошего на нашем рабочем месте. Это упрощает работу, потому что вы не всё делаете своими силами. Вы распределяете нагрузку между двумя животными или между коллегами. Возьмите иго его на себя. Опять же, мы говорим о рабочем месте. Это упрощает обучение. Вот представьте, два животных, допустим, одно животное более опытное, другое менее опытное. Скажем, вот здесь на картинке нарисовано два быка. И молодой бык говорит, «Ну, я покажу этому пожилому быку, что я сильнее, что я могу дольше работать, чем он». И вот он срывается с места, пытается утащить плов вперёд, напрягает все свои силы, и какое-то время тащит за собой не только плух, но и более пожилого своего товарища. И думает, «Ага, я на самом деле силён». Но проходит пара часов. Да, всё ещё силы есть, но... А долго ещё так тащить? Я не думал, что придётся весь день это делать. Вы можете подумать про себя, «Но я не подписывался, чтобы следовать за Иисусом целый год или всю жизнь». Я думал, «Ну, немного протащу, а потом буду жить для себя». Но это марафон, это не спринт. И молодой бык постепенно начинает уставать. У него пропадает прыть. Проходит полдня, и молодой бык уже перестаёт успевать за пожилым. Ему всё труднее и труднее делать каждый шаг. И он думает про себя, «Как тяжело!» К концу дня молодой бык уже еле волочит за собой ноги, а пожилой бык держит темп. Причём молодой уже не поспевает за этим темпом. И со временем он уже начинает тащить за собой молодого быка. И к концу дня молодой бык извлекает для себя урок. Он не так силён и вынослив, как ему казалось в начале. И он учится, учится экономить силы, рассчитывать их на весь день работы. Многие новобращённые хотят сделать так много, берутся за всё, что попадает им в руки. Но проходит время, и некоторые из них, к сожалению, перегорают. Иисус говорит, «Возьмите иго моё, и я научу вас». И ещё один момент. Это развивает команду. Общее усилие. Превосходит сумму затраченных усилий участников этого процесса. Это называется синергия. То есть, когда вы запрягаете двух быков вместе, то их общая сила превосходит сумму сил каждого быка. Получается, что один плюс один равно не два, а два с плюсом. Хорошим примером здесь служит игра футбольной команды. Когда два футболиста нападают на ворота, то эта атака сильнее, чем атака каждого из них по одиночке. Когда нападает один, воротарю гораздо проще отразить нападение. А когда их двое, то ему уже трудно предположить, какой из них нанесёт удар. Когда два игрока он не знает, отдаст ли пас игрок с мячом или ударит по вороту. Получается, что командность увеличивает силы, и команда из двух сильнее, чем два игрока по отдельности. Поэтому командность приумножает усилия отдельных игроков. И этому Бог хочет нас научить. А командность, в свою очередь, способствует развитию единства. Работая рука об руку, друг с другом мы становимся друзьями. Наиболее крепкие взаимоотношения рождаются в трудностях. Или даже на войне, когда один солдат должен довериться другому. Мой отец был лётчиком во время Второй мировой. И потом, вернувшись с войны, он так много писал своим сослуживцам. Их в роте было около 10 человек. Большинство погибло, в живых осталось лишь несколько. Но каждый год они собирались вместе, и все эти сослуживцы приезжали из разных мест. Да, они почти все жили в Америке, но они собирались вместе, потому что они ценили ту дружбу, которая возникла на войне. Трудности могут сплотить нас, способствовать развитию единства между нами. Покой на работе подразумевает, что вы смените Господь. И какие-то изменения должны произойти внутри нас. «Возьмите иго моё и научитесь от меня». Мы должны стать учениками всемогущего Господа Иисуса. В другом переводе мы читаем, «Трудитесь вместе со мной и посмотрите, как я это делаю». Посмотрите в Евангелиях, как трудился Иисус. Мы нигде не читаем о том, что Иисус бегал, суетился, но Он всегда уверенно приближался к Своим целям. Покой на работе подразумевает, что вы смените ценности. Порой в основе наших ценностей лежит эгоизм, лежат наши эгоистичные амбиции. Амбиции могут быть нечто хорошим, если благодаря им мы используем возможности на благо. Но если мы идём по головам, чтобы быть впереди, если мы не просто хотим, чтобы у нас было всё хорошо, но чтобы было лучше всех, это не соответствует христианским ценностям, ибо христианская ценность — это смирение. Каждый христианин должен проявлять смирение. И никто не был смиреннее, чем наш Господь Иисус Христос. Научитесь смирённо принимать благодать. В Санкт-Петербурге есть мост. И на нём, как и в других местах Санкт-Петербурга, есть статуи. С одной стороны моста есть статуя, где всадник на земле, а лошадь над ним. Такое впечатление, что лошадь его сейчас растопчет. И если вы внимательно присмотритесь на эту статую, то увидите, что у лошади нет подков на копытах, и нет уздечки, нет седла. Это лошадь необъезженная. Это лошадь свободная, сильная животная. Но на другой стороне моста вы увидите статую, которая отличается. Лошадь всё ещё так же сильна. Но всадник уже не лежит. На копытах лошади вы увидите подковы. Вы увидите, что на ней есть седло. И как вы думаете, в чём разница? В чём отличие одной лошади от другой? Дело ли тут в силе? Совсем нет. Отличие между лошадью с одной стороны моста и с другой в покорности. Покорность — это не слабость. Покорность — это сила под контролем. И в покорности мы достигаем такого состояния ума, что можем быть полезными. Мы не слабы, когда мы покорны. Мы не немощны и беззащитны, но мы полезны в руках Божьих. Мы послушно идём по нужному пути. Уильям Фарли о смирении написал следующее. Смирение — это не слабость и не низкая самооценка. Скорее, это способность видеть себя так, как видит Бог. Смирённый человек видит себя таким, каков он есть на самом деле. Несчастьен и жалок, и ниш и слеп и нах. Откровение 3.17. Ведь именно такое смирение служит основанием удовлетворения и здоровой самооценки. В противоположность, гордость — это духовная слепота. К сожалению, гордыня — это грех, который большинство не замечают. Гордыня заставляет нас гоняться за собственным хвостом. Я не могу увидеть свою гордыню, так как полон ею. Гордыня — это духовная завеса, которая скрывает от нас истину о самих себе. Это отрезвляющие слова. Гордыня — это духовная завеса, которая скрывает от нас истину о самих себе. Мы должны признать свою нужду в восстановлении. Мы должны взять на себя иго нашего Господа Иисуса Христа. И есть определенные шаги, как мы можем прийти к такому осознанию, восстановлению и покою. Чтобы обрести покой в работе, необходимо поменять цели, ибо иго моё благо и бремя моё легко. Освальд Чамберс сказал, «Пока вас будут оставаться, хоть крохи духовной гордости, вам всегда будет казаться, что Бог ожидает от вас великого, а всё, что Он говорит вам, придите». Просто придите. Поэтому будьте осторожны, когда хотите сделать что-то великое для Бога. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok